все привет вы на канале help кухни с вами Настя сегодня мы с вами будем готовить суп харчо дорогие мои подписчики зрители я жду от вас вопросов задавайте вопросы пишите их в комментарии вопросы могут быть абсолютно любые мы будем обсуждать их в эфире во время приготовления того или иного блюда ну либо пишите рецепты пишите что приготовить давайте с вами общаться начнем приготовление все что нам нужно для супа я подпишу в описании сейчас первым делом мы берем нашу баранину кажется у меня здесь не знаю какие кусочки на шейку смахивает или спинка я уже не помню они у меня были в заморозке заливаем водой и ставим на плиту солим из баранины бульон получается всегда с какими-то косточками поэтому когда у нас он приготовится когда мясо будет готово надо будет все процедить все посолили крышкой накроем пускай готовится пока мясо и бульон будет готовиться мы подготовим овощи какая маленькая кастрюлька из комплекта она нам пригодится так нам надо первым делом замочить помидоры чтобы снять потом с них шкурки надрезаем их замочить будем кипятки заливаем кипятком когда придет время снимем с них шкурку теперь давайте займемся перцем перец нам надо порезать на полосочки он у меня немного уставший но вот косточки надо вычистить из него все вот эти все это убираем все очищаем порезали вот так перцем теперь займемся луком лук я натру на терке на крупный лук готов теперь давайте промоем врез под холодной водой как следует рис промыла очень быстро так поставим его чтобы лишняя жидкость скапала так нарежем петрушку и выдавим чеснок вот в эту пиалку добавляем петрушку и чеснок и перемешаем хотя у нас так бы все потом супе петрушку и перемешаем все будет ждать всего часа ну и давайте снимем шкурки с помидор и порежем их воду я с них слила старайтесь очищать так чтобы помидоры не сломались какие они что и свалились кипятки мы все равно будем резать нарежем готовим тоже у нас уже все овощи готовы считай а бульон пока что еще не вскипел даже будет время поболтать я все жду жду от вас вопросов никто ничего не пишет значит мне надо какие-то темы задавать хочу вас расшевелить перекладываем все сюда помидоры будут ждать целый час как и все остальное хотя подождите мы же можем зажаркой начать заниматься в принципе она быстро делается или подождем еще подождем маленькую пострюлю и лук положим все пока можно помыть посуду которая грязная ну вот мы и подготовили все овощи бульон она скоро закипит ну и мясо там уж скоро приготовится сами видели какие там кусочки главное не забывать снимать шумы кстати подготовлю шумовку для этого все готово ну дорогие мои давайте с вами поговорим о чем-то кстати как вам моя стрижка раньше у меня были длинные волосы но пришлось постричься после родов после как я стала мамой это была необходимая мера вот так и удобней честно говоря а то ребенок хватает постоянно за волосы знаете мне кажется у нас уже определяется с вами формат канала это можно сказать такой формат я конечно не психолог но знаете иногда хочется с кем-то поговорить на какую-то тему может быть ну и есть с кем поговорить но именно конкретно на какую-то тему ну не может поговорить там да давайте может быть попробуем эти темы обсуждать на нашем канале в эфире ну конечно учтите только то что я жена я мама какие-то темы для меня неприемлемо обсуждать но все же если это так то я вам обязательно дам знать ну а так если вас что-то гложет если вас что-то тревожит если вам интересно чье-то мнение пишите услышите мое мнение может быть оно окажется вам полезным в общем жду от вас в комментариях не забывайте подписываться на меня кнопочка подписаться под видео ставьте лайк если вам видео нравится делитесь этим видео с друзьями продолжаем приготовление я уже выбавила огонь потому что у меня закипело все вот такой шум образовалась надо брать им так прикроем крышкой пусть у нас еще поварится немного через минут 20 можно будет процеживать бульон начинать делать зажарку так ну сейчас я буду начинать процедовать бульон у меня для этого все готово снимать я это не буду потому что и так понятно как его процедить а мясо я после этого процежу его ну выделю на разделочную доску пусть он остывает потом разделаем на кусочки вот наше мясо теперь оно подостынет потом мы будем разделять его мясо от кости бульон я обратно поставила на плиту на самый медленный огонь займемся зажаркой сковородку для зажарки я уже приготовила наверное многих удивило что лук я протерла так он будет сочнее мне так нравится больше вы можете его порезать как вам нравится сковородка еще не нагрелась сейчас нагреется помидоры тоже сразу добавлю пускай нагревается пока не буду прикрывать крышки все очень быстро стало шкварчать давайте уменьшим огонь и прикроем крышкой так вот еще перец сюда чили теперь можно прикрыть крышкой и заняться мясом вот оно наше мясо надо его разделить хотите руками хотите ножом в общем разделяем мясо и порезали добавим его к нашей зажарке огонь чуть увеличим добавляем еще сюда петрушку с чесноком приправы хмели-сунели соль перемешиваем пусть потомится так минут десять потом вернем обратно в суп крышку еще не забудьте накрыть так ну что ж у нас бульон все это время стоял на плите на самом маленьком огне давайте переложим теперь нашу зажарку в бульон теперь накладываем сюда рис ну и осталось совсем немного готовим до готовности риса он варится быстро достаточно если даже слегка не доварится он дойдет потом ну а вообще лучше конечно проверить сейчас мы закинем лавровый лист черный перец горошком перемешаем как закипит убавим огонь и поготовим минут десять сейчас попробуем бельем как у нас получается может быть надо подсолить нет ничего не надо солить все очень вкусно очень ароматно доводим до кипения крышку до конца не забываем как закипит убавим огонь и готовим десять минут у меня все закипело я убавляю огонь еще минут десять все готовится и можно снимать мы еще рис попробуем через десять минут вот вот у меня уже все готово получилось довольно таки острое но на то он и харчо вот какой харчо у нас получился сейчас будем пробовать вот кастрюлю наварили только лист лавровый уберу из тарелки сейчас вот сделали харчо получился остренький я бы сказала даже жгучий ну а на этом все дорогие мои мне уже надо бежать как говорится время наше подошло к концу не забывайте подписываться на канал кнопочка подписаться под видео ставьте лайк если вам видео нравится пишите свои вопросы будем обсуждать их в эфире делитесь этим видео с друзьями а мне пора бежать всем пока и до новых встреч